приветствую давно я снимал историческим видео поэтому починил на ваших экранах историческое видео о 1325 году чем знаменит этот 1325 знаете интересно послушайте видео узнаете конечно я понимаю что очень мало осталось исторических хроник которые описывают или были написаны тот период во-первых шальное время было плюс ко всему потом подчищали исторические хроники так все-таки что же произошло такого 1325 года скажем так около потому что часть событий происходило до часть после а в центре 1325 год начнем мы с 1323 года в этом году погибают два брата Андрей Юрьевич и Лев Юрьевич они были королями Руси точнее Рекс Галицы Ланомеры Русис они были суправители и были королями Галицкого королевства или Русского королевства как пишут некоторые историки честно говоря даже сложно сказать от чего они погибли ну вот хроники не оставили сообщения непонятно же с кем они сражались что же осталось осталось записи в церковных книгах где в 1323 году было записано что надо молиться за упокой души Льва Юрьевича и Андрея Юрьевича погибших в битве ну и соответственно по этой причине историки считают что они погибли в году если за их покой то молились после этого королем Руси стал сын Льва Юрьевича Владимир Львович скорее всего ну не знаю наверно был больше номинальный король почему потому что хроники которые остались говорят что все таки главную роль королевстве русском играли бояре даже называют лидера боярского движения который заправлял всеми который фактически ну как бы управлял королевство русским или королевством коалиция и вот здесь смотрите какой интересный нюанс ну по большому счету вот этих бояр можно назвать олигархом да они олигарх и да действительно они были главными королевстве русском почему а вот понимаете вот здесь тот нюанс которые многие не совсем понимают почему действительно в некоторых землях сильно власть местных олигархов а вдруг слабая все зависит от неудачи богатство понимаете были сейчас есть государства раньше были княжества всяких рабств которые были бедные и там действительно не могли образоваться богатые сажиточные сильные бояре ну тогда в этом случае действительно князь или король будет более главный потому что остальные от него зависели у него деньги а у нас нет а в королевстве русском как раз сложилась такая ситуация что денег хватало дохода хватало смотрите какая ситуация тогда конечно ценили больше не территории территория это все хорошо но на нем сильно не заработаешь количество подданных а вот королевстве русском действительно количество подданных то время было довольно большое ну если так сказать достаточно для получение прибавочного продукта и действительно те аристократы те бояре давайте назовем их олигархи галитские могли неплохо зарабатывать потому что было довольно большое количество подданных мало того через территорию русского королевства так или иначе и шла торговля между азии и европы тоже зарабатывали они снимали налоги с городов с купцов и по этой причине владимир львович конечно был рексом русским но денег у него наверное было значительно меньше по этой причине заправляли местные олигархи вот такая вот ситуация вот такой парадокс жизни хорошо когда ты можешь управлять да ты должен быть богатый если ты бедный и 1325 году галитские бояре или давайте назовем галитские олигархи ну там посовещались и пришли к выводу а давайте поменяем короля и что он не поминает это не да 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 бояре решили что их не устраивает владимир львович и они решили поставить другу короля а почему бы нет у кого деньги то власть они пригласили на трон короля галиции владимирщины и руси представителя королевской династии пястов ну короли польши вели свою как бы сказать происхождение с династией пястов ну и в общем то первые короли польши то есть действительно были пясты но сразу обращаю ваше внимание что кого не приглашали это было не просто как бы там случайно он действительно был сыном князя мазовецкого то есть в династии пястов но по матери ее мама была сестра как раз вот этих братьев убитых льва и Андрея то есть тремя словами как вы понимаете он был тоже родственником но он был не сыном племянником льва юрьевича Андрея юрьевича по этой причине когда этот вот принц князя мазовецкого звали его Борислав приехал в русское королевство он принял православие принял имя юрий в честь деда почему бы нет и ушел на трон как юрий тройть король калиции владимирии и что самое интересное впервые в истории он начал себя назвать король малой руси до этой причине писали король руси король русский а он действительно в ряде документов документов остались довольно много и он так и писал король малой по этой причине некоторые историки считают что появление слова малая Русь пошла с времен юрия второго но это все происходило в королевстве русском а что же происходило в другом не королевстве княжестве которое располагалось довольно таки ну сейчас вроде бы недалеко тогда это было в самом случае в королевстве русском про то что происходило там не знали так само как и там что происходило в королевстве русском тоже не знали я вам говорю про московское княжество. Опять же, 1325 год. Что же произошло? Рословское годы так совпадают. В сарае, то есть столице Золотой Орды убивает Юрия Московского, князя московского. Не, не великого князя, просто князя московского. Причем убивает его великий князь Тверской. Очень долгое время ярлык на великое княжество Владимирское, вообще на как бы самым главным на юго, на северо-востоке Руси были великие князя Тверские. Они назывались великие князя. Действительно история таким образом складывалась, что скорее всего столица современной России была бы не Москва, а Тверь. А московские, скажем так, московское княжество было довольно маленькое, то есть их территория ограничивалась рекой Москва. Вот это как раз Юрий отвоевал Коломну, то есть добавил Можайск тоже. Это сама Москва, ну какой Кремль. Во-первых, она была деревянной, во-вторых, ее территория ограничилась вот как раз здесь сейчас Кремль, то есть довольно маленькая. Ну я говорю, это было такое довольно, ну обычное, удельное княжество. Таких княжей было довольно много. И называлось московским. И вот так получилось, чисто, ну скажем так, бытовой конфликт. Великий княж Тверской. В Орде, в Сарае, если более точно, убивает князя Московского. А дальше младший брат Юрия Иван Данилович встает князем московским. И вот тут есть опять же небольшая интрига. Историки спорят, это произошло в 1323 или 1325. Из-за чего этот спор? Ну если почитать некоторые хроники, опять же кускообразные, то вроде бы получалось так, что Иван поехал в сарай, естественно, упал в ножки монгольским ханом. А тогда монгольский хан был Кульбек. Дал на лапу, ну сами понимаете, без подарков никак. И получил ярлык на удельную московской княжи в 1325. По этой причине историки считают, а убили его брата в 23-м. По этой причине историки считают, что скорее всего эти два года он не был князем. Или был, ну без ярлыка. Сложно сказать как бы. Ну так или иначе в 1325 году московским князем стал Иван Данилов. Интересно то, что вообще-то его мама, вот эта вот князья, была правнучкой Батыя. Ну и соответственно проправнучкой Черисхана. То есть, другими словами, он вел свою родословность по женской линии, но Черисхана не удивляется. По этой причине то, что он нашел была склонность у хана Усбека какие проблемы. Он тоже со своих, с монгольских по женской линии. Хотя да, его отец Данил этого сын Александра Невского. То есть, грубо говоря, это внук Александра Невского и, ну давайте скажем так, правнук Батыя. Интересно, интересно. Вот в 1325 году он стал московским князем. Ну действительно его, как бы правильно называть Иван Данилович, но в историю он ушел, как Иван Калита. Считается, что Калита в то время это кошелек. И прозвище это получил за умение, как бы, накапливать деньги и правильно решать вопросы. Ну действительно, надо должен ему подфартилом, прямо вот на это слово, уже в 1328 году. В Твери восстание произошло. Ну, народ восстал против монгольских сборщиков налогов. Ох, почему же так не любят сборщиков налогов? Что сделал московский князь, нащадок Ченесхана, нащадок Александра Невского? Поехал в Орду, до Узбека, поговорил, переговорил, взял татар и разорил дверь. Уничтожил, убил, казнил. Да, он своими руками, с помощью татар разорил дверь. Ограбил. Ничего личного. И выпросил хана Узбека ярлык на великое княжество Владимирское. Ну и там было написано «Сияруси». По этой причине, говорит, ну я ж Владимирский, а еще и Сияруси. С этого времени, как правило, ярлык на великое княжество Владимирское Сияруси было за московскими князями. Ну еще надо дать должное. Нет, конечно, все-таки кровь Ченесхана, Батыя сработала. Он очень умел правильно решать вопросы в Орде. Умел, умел. Он уговорил Узбека, что зачем тебе, бедному, посылать своих сборщикам налогов? Давай я буду собирать. А тебе отправляй. Сколько тебе надо? И Узбек дал ему действительно такое право. Даровал ярлык на сбор налогов. Том же Тверском, как в Великом княжестве. Ну как вы догадываетесь, чем начал заниматься Иван Калита и почему он Калита? Он собирал налоги, вышибал. Большую часть оставлял себе. Ну а как же без этого? Чуть-чуть отправлял туда. Нет, были моменты, когда конфликтовали. Ну в принципе, правильная политика. И благодаря этому, Москва из захудалого уездного, даже не уездного, захудалого княжества, начало процветать. Действительно. Потому что, сами понимаете, собирая налоги, ну довольно большой территории, потому что, как бы там ни было, что входило в состав великого княжества Владимирского. Твер, соответственно, Смоленск, Корязань, Суздаль, с Новгорода даже, он с Кова вышел. Там было сложнее, они платили плохо, через раз, но платили. Но естественно, что можно было всегда покроить. Вот декоррупция. А что вы думаете? Так что да, со временем Иван Калита стал, ну мы сказать так, самым главным олигархом в московском княжестве. А потом и в Владимирском княжестве. Причем он уже до такой степени разошелся, что он начал скупать соседские княжества. А тогда их было довольно много, они маленькие. Причем очень интересно. Сначала он собирал налоги, доводил их до банкротства, а потом предлагал князям, типа, продай. Князя продавали. Надо дать должное, что вот эти вот князья, там, белоугрические, белозерные, ну, не скажу, что они их казнили. Он им даровал титулы, приближал дел, включал их к своему двору. Очень многие вот эти вот князьки, которые продали свои уделы, ну, потом были московскими боярами и ввели родословность. Так что история вот такая. Вот интересная история. Видите, как по-разному сложилось. В одном случае олигархи переписали историю королевства русского. Ну, скажем так, после вот этого вот Юрия II XIX и Пястов его отравили, отравили. Причем отравили, как вы догадываетесь. Ну, посчитали, что он им не подходит. Потом был там еще Любард и так дальше, и так дальше. То есть там история пошла в этом направлении. А в московском, конечно, пошла в другом направлении. Здесь сформировался свой главный олигарх, который занялся собиранием земли русской. А вы говорите, как появилась цитата «собирание земли русской»? Вот с этой и появилась. Сначала договорились с монгольскими ханами, а потом и получилось. Обращаю ваше внимание, что российское королевство, или русское королевство, вассалом Золотой Роды не было в тот момент. Там заправляли местные олигархи. А московское или великое князь Владимирское было частью Золотой Роды, вассалом Золотой Роды. По этой причине, ну, самые большие начальники были в сарае, но более мелкий начальник, хитрый, умный, сидел в Москве. Вот такая история.